В минувшем 2023 году деятельность Брестской таможни была направлена на улучшение условий для развития внешнеэкономической деятельности, обеспечение полноты взимания таможенных платежей, повышение эффективности таможенного контроля, выявление и пресечение административных правонарушений преступлений. И с этими задачами ведомство справилось в полном объеме. Сегодня Брестская таможня работает в условиях, когда два пункта пропуска, Варшавский мост и Козлович, являются единственными пунктами пропуска на белорусско-польской границе. Особенность в том заключается, что сегодня, например, через Козловичи следует за сутки больше грузовиков, чем если суммарно сложить Литву и Латвию, пункты пропуска, которые сегодня функционируют на этих границах. В целом Брестская таможня справилась с поставленными задачами, в том числе по наполнению доходной части бюджета, внедрению и совершенствованию информационных и автоматизированных таможенных процессов. В том числе, несмотря на те имеющиеся негативные тенденции, которые складываются у нас вокруг нашей страны. Напомню, польской стороной были введены запреты для белорусских и российских перевозчиков, в связи с чем на Брестскую таможню выпала большая нагрузка, связанная с перецепкой и перегрузкой в связи с введением ответных мер Республики Беларусь. Подводя итоги года, стоит отметить, что количество проследовавших через таможенную границу физических лиц увеличилось на 30%. На 11% возросло количество проследовавших грузовых транспортных средств. На сегодняшний день сотрудниками Брестской таможни оформляется более 55% грузовых операций от общего количества по всей таможенной системе Республики Беларусь. Если говорить о правоохранительной деятельности, то 104 факта ввоза, хранения и сбыта наркотических средств, психотропных веществ и медицинских препаратов, содержащих в своем составе психотропные вещества, пресечено в минувшем году таможенниками во взаимодействии с иными правоохранительными органами. Сегодня, подводя итоги работы Брестской таможни за 2023 год, я с уверенностью могу сказать, что с основными задачами таможня справилась. Особое внимание в работе таможни уделялось развитию субъектов внешнеэкономической деятельности региона, недопущению, по крайней мере, минимизации, что от нас зависит от очередей перед пунктами пропуска, взимании полноты таможенных пошлин и налогов, выявления и пресечения административных правонарушений и преступлений. Если рассказать немного о цифрах, за 2023 год бюджет страны от деятельности Брестской таможни поступил свыше 2 миллиардов белорусских рублей. Это в 1,8 раза превышающий уровень 2022 года. И отмечу, что данная сумма платежей, она максимальная за последние годы. По динамике перемещения транспортных средств, по всем основным видам транспортных средств наблюдается увеличение, по грузовым на 11%, по легковым почти на 20%, по автобусам на 35% и общее количество физических лиц, пересечивших таможенную границу в регионе деятельности таможни, увеличилось почти на 30%. Радует изменения в инфраструктуре. В соответствии с утвержденными инвестиционной программой инфраструктуры пунктов пропуска на государственной границе Республики Беларусь на 2021-2025 годы, в 2023 году завершены работы по реконструкции автодорожного пункта пропуска Козловичи, а также модернизация стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. Изменения и переоснащение пункта пропуска поспособствовали выявлению товаров, незадекларированных и сокрытых от таможенного контроля. Так было выявлено на 31% проводонарушений больше, чем в 2022 году. Василий Набускевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.